всем доброе весеннее утро минутку подожду если кто-то захочет нам присоединиться пока пару слов скажу о себе меня зовут катерина я работаю экскурсоводом проекте москва глазами инженера также вожу свои частные экскурсии изучаю москву активно пишу о москве и очень часто самые интересные истории в архитектуре скрываются именно создателях и в жителях то есть в людях которые эту архитектуру создают и для которых она создается и сегодня расскажу об женщине художники которая тоже в московской архитектуре оставила свой след на долю этой художницы выпали большие испытания но и большие победы это мария александровна энгельки и поговорим о том какой же след в московской архитектуре ей посчастливилось оставить так сейчас я включу картинки надеюсь техника не не подведет так видно я надеюсь картинку видно картинку слышно меня будем потихонечку начинать конечно рассказ о мари александровне надо начать семьи которой она родилась тоже одновременно и прекрасная и грустная история начинается она еще до революции и и отец александр александрович энгельки военнослужащий преподаватель военно-транспортной академии петербурге в петрограде тогда уже а мама евдокия захаровна крестьянка евдокия захаровна воспитывалась в чужой семье в хорошей семье и удалось попасть она получила прекрасное домашнее образование но все-таки происхождение ее выдавала да и пришлось поступить горничной и она была рекомендована как раз александр александр александровича энгельки в качестве горничной она поступает к нему на работу и между ними вспыхивают чувства любовь появилась между двумя молодыми людьми но сложность в том что не могут они официально оформить свои отношения это грозило трудностями на службе александра александрович и только после революции они смогли зарегистрировать свои отношения вступить в брак к тому моменту у них было уже двое детей и евдокия захаровна была беременна третьим ребенком как раз марии мария младшая в семье на фотографии она слева с братом и сестрой соответственно и вообще конечно сложные времена начинаются для семьи немецкое происхождение отца и фамилия которая выдает это немецкое происхождение могли грозить большими трудностями но все же высокая квалификация его как специалиста помогает ему только выжить но и остаться на службе остаться на работе он продолжает преподавать и долгое время семья живет в пушкине бывшем царском селе когда марии был 13 лет то есть это 31 год семья переезжает в ленинград и там мария начинает посещать рисовальные классы в общем то именно тогда она понимает что хочет стать художницей хочет связать свою жизнь с искусством и большие успехи она делает она заканчивает все четыре класса за полгода всего представьте себе и не окончив даже общеобразовательную школу она пробует поступать в академию художеств в ленинграде но в общем то неожиданное испытание и ждет на вступительных экзаменах нужно рисовать маслом нужно писать маслом а мария александровна не знакома с этой техникой вообще и не получается у нее поступить с первого раза она приходит на следующий год на следующий год очень большой конкурс и снова сложности с поступлением большой конкурс был 20 человек на место и несмотря на то что экзамены сдает мария александровна на отлично ее не принимают просто из-за большой конкуренции но зато она поступает в среднюю художественную школу при академии и она была определена определена сразу в пятый класс и за год проходит программу пятого и шестого класса то есть из семи возможных классов два класса она прошла за один год и в тридцать девятом году она выпускается из средней художественной школы в сороковом поступает наконец-то в академию художеств в общем-то мечта ее наконец сбывается первый курс проходит прекрасно и у нее все получается и она рисует с удовольствием прекрасные работы у нее получается хвалят ее все преподаватели на сороковой год первый курс заканчивается и в сорок первом начинается война из ленинграда академия художеств эвакуируется самарканд сначала мария переезжает вместе с родителями в кострому по место службы отца потом ее вызывают самарканд она отправляется туда вместе со своей сестрой сложное время естественно голодное время и студентов всех кто еще может работать у кого есть силы работать отправляют в колхозы помогать колхозникам собирать виноград собирать хлопок собирать сахарную свеклу в общем-то делается это в надежде на то что в колхозе студентов будут хотя бы немного подкармливать но в это же время мария александровна знакомится со своим будущим мужем будущем архитектором тоже студентом академии художеств александром рочеговым тоже сложная судьба была у него военное время он уходит на фронт добровольцем он был ранен грудь на вылет но повезло ему очень не задеты были жизненно важные органы в общем-то он раненый отправляется в ленинград госпиталь попадает в блокаду и на последнем обозе по ладожскому льду ему удается эвакуироваться туда же самарканд так сейчас я фотографию его покажу чтобы мы могли с вами представлять вот так вот выглядит александр рочков и сорок третьем году академия возвращается в подмосковье переезжает в подмосковье в троицергиевую лавру в загорск как тогда назывался этот город там уже мария александра вступают в брак официально в общем-то вполне возможно что именно эти чувства до помогают выжить в такие сложные времена сорок четвертом году академия переезжает в ленинград но супруги остаются московской области потому что у александра здесь есть работа он работает архитектором на заводе в подлипках и тут же он начинает работать в мастерской архитектора полякова москве но еще во времена когда проектируется дворец советов складывается таки такое вот сообщество ленинградских архитекторов и вот поляков один из них и рочиков тоже в этой мастерской начинает трудиться и на двух работах он работает днем в москве у полякова до глубокой ночи на заводе в подлипках мария тоже разрывается между учебой работой она вместе с сестрой находится в подмосковье у сестры в сорок четвертом году рождается сын то есть племянник марии и вынуждены они еще подрабатывать для того чтобы иметь возможность обеспечить ребенка с мария например шьет по ночам вещи на продажу для того чтобы вот была такая возможность выжить в эти сложные времена в сорок пятом году у самой мари рождается дочь наташа она нанимает няню для того чтобы продолжить обучение и в общем-то платой за услуги няни становится хлебная карточка который она и отдает голодные времена но требует требует душа продолжить учебу поэтому идет она на такие вот сложные решения о том чтобы ограничить себя в питании но обеспечить ребенка няней чтобы можно было продолжить обучение сорок седьмом году дочки наташи два года она вместе с ней уезжает в ленинград для того чтобы там заканчивать академию художеств в сорок девятом году наконец-то удается ей эту академию художеств закончить наконец-то почти 10 лет спустя это страница будет закрыта 10 лет вместе с перерывом уходит на то чтобы закончить академию художеств и в это же время в мастерской полякова ее супруг начинает работать над гостиницей ленинградская гостиниц ленинградская одна из семи высоток сталинских построенных она самая маленькая по размеру но самая богато украшенная так она выглядит и архитекторы выбирают для украшения такой русский стиль стиль нарышкинского барокко или московского барокко как его называют то есть это такие мы видим над входом да такой разорванный фронтон характерный для этого периода для конца 17 века и мария александровна работает над внутренним убранством этой гостиницы она практически все внутреннее убранство гостиницы выполняет например когда мы заходим в эту гостиницу мы практически попадаем в палаты да вот вы видите здесь такие своды и расписаны они в русском стиле на темно-синем фоне золотые орнаменты очень нарядные очень красивые в общем-то продолжают тему вот этого русского стиля конца 17 века такого московского барокко продолжается это эта тема и в основном вестибюле то есть мы вот если посмотреть справа это вход в лифтовой холл но выполнен он практически как царские врата в храме и можно привести такой аналогии то есть мы заходим в гостиницу мы сначала попадаем в трапезную вот мы только что видели с расписанными потолками части потолков расписаны потом попадаем в основной объем и прям перед нами мы можем пройти к этим словно говоря царским вратам да таким такой богато украшенный вход в такое в лифтовое пространство так вот здесь такая фотография собственно сама мария александровна с макетом созданным ею вот этого входа в лифтовой холл то есть она в гостинице ленинградская создает практически все все самостоятельно и в пятьдесят третьем году она беременна второй дочерью анной и практически с лесов и и снимают отвозят в роддом и как только из роддома она может выписаться она тут же опять возвращается в гостиницу достраивать достраивать дописывать вот эти вот прекрасные декоративные элементы зал ресторана тоже покажу вам здесь на потолке опять росписи такие уже в духе такого социализма то есть мы снизу смотрим как будто бы наверх здесь да одна из высоток сталинских тоже если не ошибаюсь это здание университета здание мгу и мы смотрим на это голубое небо прекрасное там еще играет детишки самолетиками такое вот настроение настроение такое триумфальное победоносное все таки это уже пятьдесят третий год еще еще силен все силен этот триумф послевоенный сталинский параллельно с созданием декора в гостинице ленинградская конечно один из самых таких больших объектов москве у энгельки но она работает еще и в метро метро конечно многим архитектором и художником дал такое поле для творчества мария александровна создает убранство для станции метро арбатская это синяя ветка такая светлая белая без каких-то ярких деталей но этим она прекрасна то есть в то время как создаются множество росписи на станции метро того того же периода здесь все таки такого вот по цвету получается единообразие здесь мария александровна создает лепнину для этой станции метро ну и в общем-то сами вот эти арки их геометрию то есть тоже она создает и очень мне нравится здесь на вот этих путевых стенах тоже такая лепнина с обилием фруктов такие вот гирлянды из фруктов тоже прекрасные я в детстве очень часто ездила с родителями вот именно на арбатской все время разглядывала вот эти фрукты настолько они реалистичны и интересны и вообще очень здорово выполнены примерно вот эти годы конец сороковых пятидесятые они такие очень плодотворные для мария александровна становится примерно в это же время работает она над росписями в гуме гум ремонтируется происходит такая реновация и на первом этаже она разрабатывает эскизы и сами росписи тоже создает к сожалению росписи эти были в 60-е годы при очередном ремонте гума закрашены уже когда началась борьба с излишествами в общем-то посчитали что это ни к чему и просто все это светлой краской закрасили к сожалению поэтому остались только такие старые фотографии и сами эскизы здесь тоже вот эти растительные такие мотивы такие узоры замысловатые я предполагаю что это выглядело очень очень красиво да как раз наступает другая эпоха не сохранились росписи но не сохранились и работы марии александровны в гостинице россия огромная гостиница которая стояла на территории парка заряди сейчас там парк была огромная гостиница которая в общем то тоже несла уже конечно другой другой архитектуру но и здесь энгельки создает практически весь внутренний декор то есть вот здесь на фотографии люстры бра настенные это все по эскизам марии александровны и гордостью ее был вот такой вот паркет в зале ресторана вот этот рисунок круг вот такой танцевальный круг был создан полностью из наборного паркета то есть был создан эскиз и больше десяти пород дерева разных свойств разных цветов были использованы мария александровна сама ездила выбирала эти породы дерева чтобы они подходили по цвету она сама ездила к специалистам которые создавали уже распиливали этот паркет для того чтобы создать вот такой вот такой такой прекрасный декор в зале ресторана к сожалению это тоже не сохранилась ну в общем то осталось только в фотографиях и совсем в другом стиле создает она вот такую вот роспись вестибюля это станция метро автозаводская немножко такое возвращение в авангарду двадцатых годов на такой серп молоток и геометрия символизм с одной стороны дат такое вот отсутствие каких-то лишних декоративных элементов а с другой стороны но все равно это это очень красиво это очень выразительно получается и выбор цветов здесь всего три цвета помимо белого фона тем не менее выглядит так ярко и и выразительно так дальше в семьдесят шестом году ее принимают в союз архитекторов то есть вот ее такая близость к архитектуре позволяет ей вступить московский союз архитекторов и в том же семьдесят шестом году ее вместе с супругом отправляют на кубу на кубе они строят здание посольства ссср в гаване сейчас это посольство российской федерации смотрите какое необычное здание рочков создает внешний облик архитектуру а мария александровна она практически остается там как осуществлять авторский надзор потому что супругу он не располагает таким количеством времени у него и в москве тоже множество дел но вот оставляет он свою супругу осуществлять авторский надзор за строительством этого здания она же и конечно создает и внутреннее убранство я к сожалению не нашла фотографий как это выглядит внутри только эскизы самой марии александровны ну вот так это все выглядит тоже можно себе представить что это такая богатая отделка с использованием несколько разных видов мрамора и в общем то здесь тоже все создается самой марии александровны вплоть до эскизов там дверных ручек люстр и так далее единственное что она не может сама расписывать как архитектор она не имеет право осуществлять роспись для этого она приглашает выпускников академии художеств которые по ее эскизам создают росписи и создают внутреннее убранство тоже по по созданным с эскизом ею будучи уже президентом российской академии архитектуры строительных наук александр григорьевич ротчик ротчиков уже в 90-е годы участвует в воссоздании храма христа спасителя и это будет последняя работой для марии александровны и для александра григорьевича это будет тоже их такая совместная работа мария александровна приглашаю для того чтобы создать росписи в одной из палат в одной из трапезных палат восстановленного храма христа спасителя она создает эскизы и в общем-то сама участвуют и в самой росписи то есть ей конечно выдают помощников как обычно сжатые сроки много помощников она располагает множеством помощников но и сама тоже участвует в росписи то есть она находится на лесах и расписывает сама эти стены в том числе а ей на тот момент было уже 80 лет месяц вот так вот на лесах она вместе со своими помощниками все это создавала с перерывами только на ночной сон и в общем-то уложились нужные сроки все было сдано в срок сожалению александр григорьевич не дожил до открытия храма христа спасителя и до даже до завершения работы над этой трапезной палаты которая сейчас белая палата называется на белом фоне золотой орнамент опять такой вот изящный тонкий по эскизам мария александровна он умер девяносто восьмом году не дождавшись вот окончания работ сама мария александровна умирает в возрасте девяносто трех лет в 2011 году конечно помимо создания вот таких вот больших монументальных работ оставшихся московской архитектуре она все это время пишет картины и для нее это настоящее отдушина удовольствие радость создает она и портреты близких и натюрморты и пейзажи и вот покажу несколько пейзажей конечно огромное множество у нее но вот которые мне пока так я попыталась взять из разных вот таких вот эпох и и пейзажа такой светлый светлые наполненные солнцем и теплом так и картина сложно представить себе что создана она в самарканде в том самом где студенты академии художеств переживали военное время сложная голодная но картина такая вот наполненная светом светом и теплом дальше это уже москва московский дворик тоже такая картина которая наполнена солнцем светом такой стать такая старая москва очень теплая на мой взгляд очень теплый и очень приятно погрузиться вот в такую москву посмотреть на нее глазами мария александровна и еще одна картина море солнце это куба время работы на кубе надо собственно посольством советского союза в гаване то же самое свет солнце тепло так такая вот через всю жизнь пронесенная красота что голодное военное время в самарканде что уже будучи признанным специалистом уже находясь на кубе уже завершив много монументальных больших работ пронесенные через всю жизнь тепло и солнце дочери и наталья и анна в общем-то продолжают дело своих родителей анна художница наталья преподает в мархи периодически они выступают инициаторами проведения выставок посвященных их матери и в частности написали они прекрасную книгу еще при жизни марии александровны вот так она выглядит если вам будет интересно можете приобрести почитать его в общем-то с любовью к как к маме и как к специалисту как художнику написанная книга до следующий раз когда будете в москве или если вы живете в москве будете проезжать на станции метро арбатская или побываете в гостинице ленинградская прекрасная гостиница очень красивая просто невероятной красоты росписи вспомните о том что создавала их прекрасная женщина художник талантливая и упорная которой не отступила от своих замыслов не отступила несмотря на то что в общем-то обстоятельства не всегда складывались лучшим образом но она довела это дело до конца и в общем-то мечта ее сбылась вот вспомните марию александровну энгельки которая создавала прекрасный декор станции метро и гостиница венинградская вот в общем-то все что я хотела рассказать об этой прекрасной женщине я рассказала кратенько но емко я надеюсь если есть какие то вопросы мы можем их обсудить я попробую на них ответить гостиницу ленинградская опять же если вы живете в москве или будете в москве стоит сходить лучше конечно на экскурсию экскурсию туда водят сейчас многие гиды ну или просто туда можно зайти просто как гости зайти в лобби насладиться и первым залом с прекрасными росписями в русском стиле насладиться залом операционным с прекрасными потолками таким выполненным таким таким кессонами покрашенными в бронзу и прекрасные там скульптуры да пока вы может быть думаете над вопросами вдруг они у вас есть я все это ленинградская пару слов еще про нее скажу люстры созданы тоже специально для гостиницы и вот здесь вот слева может быть не очень хорошо видно но вот где лестница фигура такой пантеры или или гепарда очень такой какой-то большой кошки их две с двух сторон то есть лестница и слева и справа находятся и вот собственно скульптуры тоже их две про них интересная полу легенда о том что одна из них трофейная привезенная из германии и ее было решено поставить в эту гостиницу вторая была создать точно такая же была создана по ее подобию в общем-то копия была снята и до сих пор никто не знает где оригинал а где копия то есть настолько все это было прекрасно сделано что оригинал от копии невозможно отличить но это такая вот история которая не имеет документального подтверждения но красивая история красивая интересная так так ну в общем то вопросов я так смотрю нет если что-то появится кто-то будет смотреть в записи появятся какие-то вопросы я буду поглядывать под публикации оставляйте обсудим эти прекрасные здания или какие-то любые другие в общем то если будут какие-то вопросы оставляйте под эфиром будем рассуждать и будем общаться вот спасибо всем большое за внимание эфир я тогда попытаюсь сейчас сохранить и спасибо большое спасибо и увидимся на улицах москвы ходите гуляйте приезжайте ходите по экскурсиям гуляйте сами наслаждайтесь архитектурой москвы такой разный и такой прекрасный всем пока всем спасибо за внимание